Ядерные технологии, космические технологии, медицинские технологии, стратегические информационные технологии. Я не говорю, как ввечер, о тех премиях президентских, которые идут по представлению Совета по образованию и технологиям, а было о том, не так, не премии проекта. Вот Россия в закопотке, не принесет к премии, прошла колоссальный путь, мы хорошо с вами знаем, изменилось политическое устройство общества, экономические механизмы, социальные отношения в обществе. Но ведь падение общего уровня культуры и культуры и чьей войны никак не могут объясняться только этим. Конечно, повлекали их изнятие массы запретов предыдущей эпохи, и свободу передвижения по миру, и легкость получения информации, и, конечно, то, что Россия стала мечтающей страной. Леонид Иванович Ваш, Парся, или Парня, как его звали, он оказывается после призыва учителя, и все-таки старался только что-то прочитать. Но у нас ведь в России 35% нашей читающей стране в прошлом году не прочли ни одной книги. 35%! А вы говорите, Парся, я все-таки что-то читал. Можно? Спасибо. Вот вы знаете, падение интереса к чтению, мне кажется, вставляется... Спасибо большое. Задуматься над тем, что сейчас происходит с людьми. Ведь мы подошли к очень сложному моменту развития человечества в целом, не только в нашей стране. Темпы развития техники сегодня очень высоки, а способность все это смыслить разумно, как и в технической и информационной среде жить и естественно от этих темпов отстаем, поэтому не нужно. Ну, а почему не читаем это теперь в России? Вы знаете, мне кажется, очень многое объясняется вообще проблемой воспитания детей, и об этом, конечно, должен быть особый разговор. Но ведь привычка читать должна быть заложена в семье с самого детства. А сегодня среди дошкольников родители читали только 10% родителей, а рядом уже школьников две десятки процента. Хотя традиция чтения в семье в России была такой очень, по-моему, прекрасный. А если по-настоящему мы с вами подумаем о том, а что же в результате получается? Ведь учить говорить-то тоже нужно. И если уж из самого момента зачатия ребенка, организм ребенка формируется в организме матери, и с первой минуты закладываются и произносительный механизм, есть артикуляторная база, и все это зависит от того языка, который слышит ребенок вокруг, пока вот 9 месяцев он собирается выйти на свет. А уж с момента появления наследа это совершенно необходимо. А что в результате получается? Вы посмотрите, мы не можем с вами не замечать, как схудеет на наших глазах наш прекрасный, видно-богатый, яркий образный русский язык. Просторечные власты проникли в литературный язык. Если бы Владимир Соловьев, говоривший о том стиле, услышал бы, что третий стиль тот самый, который можно позволить себе только в общении с самим собой, о том, что он никто не слышал, во внутреннем диалоге или монологе, что он скучит вокруг, мы знаем, что мы с ним были. Язык ведь это форма существования сознания и неоплодания кримитивного, агрессивного, грубого языка, конечно, говорит, в соответствующем сознании нации. Есть способ, правда, единственный способ справиться с этими проблемами, это изменить отношение к языку. Найти способы выработать в людях способность пользоваться богатым, ярким, красивым языком, подняв его на другое, подняв вверху на другой уровень и сознание. И, конечно, мне кажется, что все разговоры о нравственности, толеральность, воспитании, они останутся простыми словами до тех пор, пока мы слышим вокруг тот язык, который, к сожалению, слышим. Вот степень раскованности современной русской речи, она дошла, мне кажется, до предела. Наша литература общественная, по-моему, полностью, обвинев от ощущения полной свободы, пользуется инициативными словами на уровне образности. Но, как говорят наши литературы-веды, слава тебе, Господи, этой пищей уже накушались, волна пошла на голову. Я специально отривала эти слова, потому что кушать можно употребить только в этом случае. Нам кушались или кушать подано. Но, когда я слышу рекламы, что там, не знаю, кефир или молоко, акуша, акуша называется, да, вот этот маленький ребенок должен кушать, я с ужасом думаю о том, что же дальше это будет. Только и есть, но мы сегодня. Почему-то считается, что интеллигент в своем порядке, если кто-то скажет, что не есть, а кушать, да? И, кстати, сказать, вот много об этом и Данила Саджканин говорил, и о неформальной лексике, и о нормативной нарушении норм. Вот часто, очень часто, и сегодня, к сожалению, в этом зале, мы слышали про петербуржские традиции вести. Откуда там же это делось? Они петербургские. А вот петербуржица, петербуржинка, да, лучшее, конечно, есть. Конечно, мне кажется, что по полной уровне, конечно, играют и средства массовой информации, и кинематограф. Вы знаете, вот я вчера, я учусь из Москвы, поздно поздно увидела конец передачи специальный корреспондент, который, ну, лучший, наверное, и вот собираются общественные, и те, и те, и государственные, и там люди, которые очень наступают о себе, так сказать. Думаю, ну, там было столько ошибок в их речи, что ошибка осужденной вместо осужденной была одна из самых таких мягких, можно сказать, что это профессиональный жарок. И вот, если вы знаете, что еще происходит, видите, вы посмотрите, вульгарность, лексика, какие-то выражения примитивные совершенно, они ведь вошли в нашу жизнь. Вас не удивляет сегодня фотка или смотрит, да, слюни пускать? Как сильно того, да, потому что слово «поганное», слово «жакона», конечно, в литературе, где «у нас усилищ полярный», «откройте полярный», «все, что хотите». И вы знаете, что выделительно, даже вот эти вульгарные слова «паразиты», они стали другими, ведь вот какие были раньше, ну, это сапога, да, так сказать. То есть, собственно говоря, фактически, да, а теперь «блин», «жгин», «типа» или типа того. Короче, ну, прикольно это просто каждую минуту, и что ужасно, это как. Вот вы слушаетесь в речи окружающих. Я как бы поял вчера, но не в значении того, что так поял, что не знаю, как вы или нет. Через слово люди высокого уровня и ранга употребляют этот «как», как в течение уже 15 лет. Ведь их душевка ждал, ждал или написал своему поэму страна под названием «как», который объясняет это одним из не лучшим образом, во всяком случае, для меня, что вы нахожаете не уверенность в своей жизни и в нашем будущем. Это не так, пожалуйста, следите за тем, что вы только как бы не уверены. Ну и, конечно, вы знаете, мне кажется, когда нас с экранов сервизоров просят вообще не заморачиваться, но, наверное, тоже этого нельзя запускать. А что меня поражает, вот совсем недавно, вот какой-то просто же творческий петь, Лето Капович, и одна известная актриса, которую мы так любим, Лея Хижакуского, «А как же и без лапа!» Вообще разве это возможно? Но я уверена, что если бы она открыла бы слова нашему прекрасному профессору, Лею Николаевичу Киняковскому, и посмотрела бы значение этих слов, она бы о них забыла, я думаю, его всегда. Ну и еще хочу сказать о двух моментах. Конечно, заинственное слово очень много силы. Но мы хорошо понимаем, вот у нас такой Владимир Вольфович, Тоборец, вернемся к русским, слова высклонно русские. Но он, наверное, не знает, что на протяжении развития языка в разные эпохи нашли сокращение в слова из немецкого языка и вообще из германских языков. Я думаю, Владимир Вольфович, наверное, там Галцук все-таки завязывает каждое утро, но не думает о том, что слово Галцук пришло из немецкого. И, наверное, слово курорт тоже, и шпинат, который в людях не ведут. Много слов пришлось в отсутствие, делая фальто, а я болею, а вы тоже, наверное, не об этом все-таки не думали. И, наверное, скоро многие слова, которые эти герри обозначают, и умные направления науки, и срожденное, и это мирование, они тоже войдут в язык. Речь только о том идет, что когда можно все-таки употреблять слова русские, конечно бы лучше. Вы знаете, я была предыдущена тем, что две недели назад, лидя по коридору своего филологического факультета университета, я вдруг услышала, ну, да, оказывается, это очень чистотно, хотя раньше у нас были другие возможности, да, не ловкость свой выводить, ой, простите, там, извините, но уж когда я услышала вам значение удивления, а это ведь теперь с телевизионного экрана звучит время, я не могу понятия объяснить. И почему у нас все-таки тенейджер, местная подростка тоже, а вот жалко жалко жалко, что он мне лет 10 говорит, «Милая Алексеевна, объясните мне, зачем вы вы в этом это делаете?» Вели слово менеджер, мой отец был украинцем, а менеджер это кто? В общем, вы знаете, что, мне кажется, много можно говорить, но наш город, конечно, город особый, город особой интеллигентности, особой культуры, особых традиций, и вот несмотря на то, что наш город перенесся за долгие годы, вот этот особый петербургский стиль, он все-таки сохранился. Так приятно, когда иногда бываешь или в других странах, или даже в других регионах нашей России, и слышишь, что вы знаете, у вас, кажется, петербургский акцент. Вот мне нравится то, что без всякой надежки все-таки наша наука наблюдает развитие личной культуры Петербурга, выявляет ее подлинную специфику, которая сохраняется. Вот несмотря на переселение, подселение других языковых групп, несмотря на историю, на всякие жертвы 20-го столетия, принесет ли лица столичного дворянства, миллионы жизней петербургцев, принесет ли воевать подпады, и сталинскими репрессиями, которые сегодня я по правочке говорил. Вот это отслеживается на разных уровнях. И вы знаете, исследуя речи разных городов, вот мы, к сожалению, отмечаем, что в речи москвичей, правда, приезжих там очень много, конечно, все больше проникают как раз в простоличные классные лексики, и больше отмечаются особенности отклонения от нормативной речи. Ну, что же можно сделать до сегодня? Вот в результате, что такое, и дальше мы будем смотреть на то, что происходит с языком. Мне кажется, что если бы вот мы постоянно думали о том, что мы слышим вокруг, ведь язык развивается по своим внутренним законам, но поверять из них невозможно. Если бы мы реагировали на то, что слышим, то, наверное, было бы иначе. И вот, вы знаете, у нас есть очень неплохой закон на русском языке, принятый в 2006 году государственной думой. Почему он не отслеживается? Мы можем спросить, что не вот так государственная дума. Почему? Там запрещено нормальное выражение. Петербургский университет все делает для того, чтобы нормы нести в массы. Мы создали 28 словарей, давайте говорить правильно, комплексные нормативные слова, и только что вышел прекрасный школьный цифровидический словарь. К сожалению, первый вопрос в 10 словарей, но скоро он уже в полное издание получится. Мне кажется, что в каждой школе у каждого ребенка такой цифровидический словарь должен быть. хорошо. Спасибо. Продолжение следует...